Библейский портал экзегет.ру представляет Может быть, автор, а может быть и редактор книги, который заканчивал её формирование, помещает в лучших традициях литературы мудрых Израиля такой несколько хаотический свод афоризмов. Собственно говоря, это основной жанр литературы мудрых, это собрание афоризмов, в котором крайне трудно было бы пытаться уловить какую-то систематичность. Скорее, читателю следует обращать внимание на то, что как-то соотносится с современной действительностью, с её собственной жизнью, на то, что зацепляет взгляд. И вот десятая глава вся, такой вот набор афоризмов, которые следуют один за другим без видимой или легко осознаваемой логики. Экклезиаст говорит здесь о том, что мёртвые мухи портят масть мироварника, и небольшая глупость делают уважаемого человека смешным при всей его мудрости и чести. По какой бы дороге ни шёл глупый, у него всегда не достаёт смысла. Всё это, ну, конечно, в результате огромного влияния, которое литература мудрых оказала на человеческую культуру, всё это сегодня нам кажется вещами почти очевидными. Хотя далёко не значит это, что это было очевидно в эпоху Экклезиаста, там, четыре столетия до Рождества Христова. Но, тем не менее, может быть и тогда это уже были вещи понятные, и поэтому вот он пытается разными способами сказать о том, что всё-таки если мудрость и не делает абсолютно надёжным путь, по которому она предлагает своим адептам, то глупость уж точно этот путь извращает и ведёт к поражению смерти. Кто пока копает яму, тот упадёт в неё. Тоже, видите, две с половиной тысячи лет этой поговорки, она ни вчера и ни в русском языке возникла. Да, если притупится топор, надо будет напрягать силы. Слова из уст мудрого благодать, а уста глупого губят его же. Всё в общем об одном и том же. И есть лишь ещё пара других направлений, к которым обращается здесь авторская мысль. Эклезиаст говорит в пятом стихе, «Есть зло, которое видел я под солнцем, погрешность, происходящая от властелина, когда невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко». Хоть эклезиаст и не был царём в Иерусалиме, как это написано в написании, мы говорили с вами об этом в разговоре о первой главе, но всё-таки это был человек, по-видимому, достаточно близкий к той власти, которая была в его эпоху, а это, скорее всего, была персидская сатрапия. И, в общем, он понимал, что это за механизмы и как они работают. И вот поэтому он говорит о невежестве, которое поставляется на большой высоте, о том, что это зло. Это зло. Знаете, на самом деле современная социология говорит примерно о том же, когда говорит, что каждый человек в своей карьере достигает ступени на одну выше, чем следовало бы. Ну и много есть разных других форм того же самого социального скепсиса, который постепенно становится внятен человечеству. Ну вот, для этого не так обязательно было проходить кровавый путь двух с половиной тысячелетий. Уже и экклезиасту в его время это было понятно. Понятно, что невежество, особенно когда оно оказывается обладающим властью, это зло, которое разрушает человеческий мир. И ещё, говорит он, «Видел я рабов на конях и князей, ходящих подобно рабам пешком». Тоже говоря о том, что социальное устройство общества далеко не справедливое. Если человек занимает высокое положение, это совершенно не означает, что он ему соответствует, или у него есть какие-то задатки. Конечно, это нелепо. Конечно, так не должно было бы быть. Но экклезиаст говорит о том, что так есть, и это суетность мира и зло, которое реально существует под Солнцем. Ну вот, это вообще говоря, конечно, в первую очередь следует применять к себе. И себя спрашивать не слишком ли ты невежествен, чтобы поставляться на большую высоту, ну и что-то вообще делать со своим невежеством. Помните, в самом начале экклезиаст говорит о... исследовании, мудростью всего, что делается под Солнцем, что это тяжкое занятие дал боксы нам человеческим, чтобы они упражнялись в нём. Ну вот, для читателя это, мне кажется, в первую очередь, разговор не о том, достаточно ли качественно устроено общество, а о том, что ты делаешь со своим невежеством. Согласен ты на него, считаешь ли ты его нормой, или как экклезиаст считаешь его вещей недопустимой. И ещё ближе к концу главы он снова повторяет ту же мысль. Горе тебе земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Имеются в виду князья земли, которые рано по утру начинают праздновать неизвестно что, и весь день только и делают, что сидят за столом с изысканными яствами. Ну, конечно, это до некоторой степени поэтическое преувеличение, но и в самом деле, когда князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для присыщения, вот благо для земли. Понимаете, вот почти нигде больше экклезиаст не касается этой темы, но всё-таки здесь он видит человеческое общество как нечто взаимосвязанное, и поэтому как люди относятся к общему делу и общей пользе, и общему благу, это действительно важно. И экклезиаст говорит о том, что это нравственный выбор, а не какие-то превратности судьбы.